МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что значит быть христианином в современном мире? В поисках ответа на этот вопрос особую ценность представляет изучение наследия митрополита Антония Сурожского, выдающегося проповедника Русской Православной Церкви XX века. Родился Андрей Блум, его мирское имя до пострига, в Швейцарии в 1914 году. После революции семья была вынуждена эмигрировать. Скитались по Европе, остановились во Франции. Через год после окончания Сорбонны Андрей Блум служил во французской армии полевым хирургом. Оперировал на передней линии фронта, а после капитуляции Франции работал в подполье. Целый год будущий владыка пририсовывал туберкулезные каверны на рентгеновских снимках молодых людей, чтобы их не отправляли на работы в Германию. После Второй мировой войны он занимался реабилитацией бывших узников концлагерей. В 1948 году, уже будучи иеромонахом, был направлен в Великобританию в качестве духовного руководителя англо-православного содружества Святого Албания и Святого Сергия. С его приездом в Лондон крохотный эмигрантский приход превратился в живую общину, а со временем возникла и совершенно новая епархия. Храм, где он служил, известен в Англии как особое место молитвы. При участии митрополита Антония было создано хосписное движение и крупнейшая организация по реабилитации психически больных. Владыка занимался тюремным служением, работал с зависимыми. И, разумеется, все эти годы окормлял нескончаемый поток тысяч людей, ищущих Христа. Своей жизнью и деланием митрополит Антоний явил пример христианина, который, не защищаясь, не отгораживаясь, принимал все вызовы современного мира. Владыки не стало в 2003 году. Даже в последний год своей земной жизни, будучи неизлечимо больным, батюшка продолжал нести людям Слово Божие. Мы сегодня читали от рыбок из послания, где апостол Павел говорит о том, что он не послан был крестить, но благовествовать. То есть приносили миру благую весть. Его последовали в ней нищие, изгнальники, презренные. И они приносили миру благую весть о том, что весь мир, тот самый мир, который их отрицает, который их преследует, мир гонителей даже, что этот мир Богом любим, что Бог его создал по любви, для того, чтобы рано или поздно этот мир нашел тайну единства с ним самим и единства людей между собой. И тогда благовествование, о котором говорит апостол Павел, будет не только словесной болтовлёй или благослововскими трактатами, а жизнью. Жизнь, которая спасает людей от отчаяния, от страха, от одиночества, от горя, возлюблен друг друга так, как нас возлюбил Бог. Сразу этого мы сделать не можем, но мы можем начать с того, чтобы любить любимых нами, близких нам, людей, которые нас понимают и которые мы понимаем, их любить. Творческой любовью, которая открывала бы тайну Божьей людей. В Писании говорится, поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам, невзирая на кончину их жизни. Подражайте вере их. Духовное наследие митрополита доступно сегодня каждому. Во многом благодаря деятельности фонда Духовное наследие митрополита Антония Сурожского. который действует в России с 2007 года. Фонд собирает архив трудов митрополита Антония, ведет исследовательскую работу, публикует и распространяет тексты владыки, воспоминания, аудио и видеоматериалы, осуществляет и курирует переводы его текстов на другие языки. В разных городах проводятся конференции, семинары, презентации, благотворительные акции. В апреле 2019 года в Самаре для педагогов и волонтеров социального служения состоялся семинар под названием «Христианин в современном мире. свидетельство митрополита Сурожского с участием руководителей и друзей фонда». Начался он с молебны. «Христианин в современном мире» Ещё молодец, «христианин в современном мире», Мероприятие было организовано епархиальным отделом религиозного образования и катехизации, совместно с благотворительным фондом веры, при поддержке Самарской семинарии, Самарской областной научной библиотеки, Самарского областного художественного музея. Задача нашего семинара все-таки интеграционная. Помимо образовательной, мы с вами наконец-то уже должны себе начать ставить вопросы о том, как адекватно строить диалог педагогического сообщества церковного и светского и социального служения, в общем-то, как части волонтерского движения, церковного социального движения. Потому что помимо дел образования, дел милосердия на нас, нашим Спасителям и Господом возложена задача свидетельства о вере миру. Есть люди воцерковленные, которые глубоко в это погружены, а есть люди как бы совсем далекие от этого. Как бы мы себе такую большую задачу ставим, наверное, объединить вот тех людей, кто в Самаре есть, кому это не безразлично, чтобы мы увидели друг друга, начали разговаривать друг с другом. Мы стремимся прикоснуться именно к духовной составляющей наследия, сокровищнице молитвы, духовного и практического делания митрополита Антония. И стараемся поделиться бесценными открытиями со всеми, кому оно может пригодиться и кому это интересно и утешительно. Особое служение фонда достаточно необычное и редкое для России. Это издание публикаций на основе трудов митрополита Антония для людей, которые оказались в очень тяжелых ситуациях. Для неизлечимо больных, их родственников, для тех, кто потерял близких. Презентация брошюр на эту тему была особенно полезна для священнослужителей и волонтеров, занятых в больничном служении. Владыка говорит следующее. Мы должны помочь людям осознать. Необходимо сбросить половину груза и встать лицом к лицу только с одной проблемой. Я ранен, у меня язвы, у меня сломана нога, у меня вспомнена воля, у меня какая-то болезнь. И тогда страдание физическое или душевное, если смотришь ему в лицо, если проживаешь в него, оно куда-то ведет. Самый лучший способ сострадания, он говорит, это просто сидеть и погружаться в глубину сочувствия. Иногда вы можете не найти подходящих слов, вы можете не найти даже подходящих действий, но не убегать от человека и быть готовым принять его во всех выражениях, как человек себя выразит во всем многообразии. Быть рядом, не оставлять его наедине с тем ужасом, который охватывает человека в результате болезни для ребенка и собственных мыслей о сомерности и так далее. В рамках семинара прошла встреча самарских педагогов с Ириной Яковлевной Медведевой, ведущим российским специалистом в области детской психологии. Говорили о ювенальном прессинге, о современных проблемах семьи и семейного воспитания. Сейчас можно говорить родителям эту профессию, они там серьезно говорили, что родительство должно оплачиваться, это работа, материнство и отцовство, это не работа. Если патронатных родителей не путать с усыновлением, это не усыновление, вот так же, как у нас теперь говорят, вот приемные родители. Нет, приемных родителей очень мало. Это именно патронат. То есть это опекунство. А опекун, во-первых, получает большие деньги на ребенка, особенно если ребенок чем-то болен. Это совсем огромные деньги. Вот в Москве, например, опекунные на тяжело больных детей получают 80 тысяч месяцев на одного ребенка. А если они пятерых взяли, считайте. Понимаете, это, к сожалению, становится и стало уже для некоторых людей статей дохода. Я не хочу обижать всех. Наверное, есть чудесные люди, которые берутся на ребенку, материнство. Помощь родителям Ирина Яковлевна пишет книги. Есть у нее и проект по созданию аудиозаписей для детей, который называется «Вслед за святыми по дорогам русской истории». Эти спектакли учат ребятишек знанию о своем родном государстве, о родителе, мудрости, воспитании. Папа, зачем мне выучить историю, где-то уже прошло, было или нет? Почему нет? Вот представь себе, ты шел по дороге, прошел часть пути. Разве дорога исчезла, только потому что ты ее уже не видишь? Но я же туда не вернусь. Как знать. Если ты не помнишь, откуда пришел, есть опасность заблудиться. Будешь ходить кругами и даже не поймешь, где находишься. История, сынок, это дорога народа, дорога мира. На ней есть вере, главные события. И должны быть хорошие проводники. А какие проводники хорошие? Как тебе объяснить, сынок? У Бога обо всем и обо всем есть самосты. О каждом человеке. И обо мне? Да, конечно. О каждом народе, о целом мире, не только о тебе. Дети – не наше будущее. Дети – наше настоящее. С момента зачатия они уже являются полными членами Церкви Христовой. И поэтому очень большая ошибка думать, что сейчас они мало и зверята, а вот когда вырастут, тогда из них люди получатся. Так говорил и писал в своих трудах митрополит Антоний. Об опыте владыки в воспитании, педагогике и о том, как работа с детьми строится сегодня в приходах Самарской епархии, рассказывали докладчики семинара. Как известно, телевидение, интернет оказывают большое влияние на детей и не всегда положительное. Презентация полезных для воспитания информационных продуктов одного из известных православных каналов была организована для того, чтобы сориентировать самарских родителей и воспитателей в современном медиапространстве. Бог сотворил небесный скот и землю и моря Животных вывел он из вод, но не было царя. Чтобы землей он управлял, заботился о ней, ждала хозяина земля и создал Бог людей. Не пристало христианам выдавать жон свои изучения. Если христишься, то и ее получишь, и Царство Небесное воспринимешь, и с нами единовеком будешь. Если же не сделаешь этого, то не сможешь выдать сестру за тебя. Услышав, это сказал Владимир апостолным к нему, «Скажите царям вашим так, я крещусь, и вы еще прежде испытал закон ваш и люба мне вера в ваше и воуслужение, о котором рассказали мне посланные на нем. Благодаря совместным усилиям организаторов семинар получился масштабным, насыщенным и многообразным не только в плане тем и направлений, но и локаций. К вечеру первого дня слушатели переместились в областной художественный музей, где состоялась интереснейшая лекция Ирины Языковой о творчестве выдающегося русского иконописца Андрея Рублева. Затем в областной библиотеке прошел литературно-музыкальный вечер, посвященный Владыке, из которого мы еще больше узнали о жизни и служении митрополита Антония. В нем все было особенное, но, пожалуй, важнее всего была его ощутимая, как шагучее пламя, любовь к Богу. И эта любовь распространялась на всех окружающих. Он искренне, чисто радовался каждой души. И в ответ на это радовалась каждая душа, встречавшая его. Мне некоторые говорили о мечании. Ах, мы пришли к вам в храм, и мы даже не знали, что такое русское радушие. Как нас принимают? Как нам здесь хорошо? Вот церковь, в которой мы должны жить. Я всегда говорил, какие месяцы проживите, а кто посмотрите? Рад не приходило, не проходило трех месяцев, как приходили бы мы уходим. Потому что русские с такой резкостью нас одергивают, когда мы делаем ошибки, так нас поправляют, что это просто невыносимо. Я говорю, я же вам говорил, уходите, уходите. И мы уходили. А потом приходили обратно уже без иллюзии. А нас, но знают, что православие того стоит. В какой-то день ко мне подошел юноша, махнатый, лохматый, с длинными волосами, одетый в длинную свитку, и говорит, чего вы на наше собрание не ходите? Я спрашиваю, а какие собрания? У нас целая группа хиппий здесь. А чем бы ни хиппий, одеты, как никто, вид у вас совершенно странный, вокруг шеи какая-то цель с чем-то. Такой же хиппий, только и старый. Вот пришел я на собрание. Громадная комната, матрасы по стенам, свечки стоят на голом полу. Я подумал, если я дикий, почему бы мне не выступить? И на четвереньках выбрался вперед. Я им сказал сначала о ранних годах миграции, о том, как жилось, потому что им не вредно сообразить, что жилось-то хуже, чем мы. Мы не были такие махнатые, гугластые, но еле меньше. Потом рассказал, каким образом я стал верующим. Когда кончил, была такая минута молчания. И кто-то из них ко мне подошел и говорит, хорошо, что вы пришли. А почему? А у вас глаза долгие. А что? Знаете, вы на нас смотрите и не презентаете. Владыка обладал еще одним редким дароманием. Он умел излагать сложнейшие духовные понятия так просто и ясно, что его беседы и пробоведи были одинаково доступны для всех. От самых сложных личностей до самых простых. Воистину в лютые времена Господь посылает праведников, которые сияют во враге безбожия и гонений, как маяки, указывающие пути истины. Помимо исключительного дара слова, Бог наделил митрополита Антония и феноменальной памятью, и острым аналитическим умом. Воспитанный в традиции валаамского монашества и пройдя через многие искушения исключительно способного человека, владыка Антоний приумножил дарованные ему Богом способности и принес их на службу Христу и людям, словно иллюстрируя своей жизнью евангельскую притчу о талантах. Изучая его наследие, можно черпать многое из его опыта и служения и с помощью этих знаний искать свой путь ко Христу, строить собственную жизнь по Евангелию и помогать в этом другим. Субтитры создавал DimaTorzok